2023 год был довольно насыщенным на кино, игры и сериалы. Но каким станет год нынешний? Давайте вместе выясним, каким будет 2024 год для кино и не только. Январь уже подходит к концу, но уже успели выйти пчеловод от Дэвида Эйра, режиссера первого отряда самоубийц, патруля и тренировочного дня. Пчеловод удивил многих неплохим качеством и хорошими сборами, представляя из себя типичный боевичок с Джейсоном Стэтхэмом, чем-то напоминающий Джона Уика. Также январь стал отличным подспорим для российских релизов, о качестве которых можно поспорить, однако интерес к ним у русского зрителя регулярно высокий. Также в этом месяце отгремели уже две кинопремии, 81-я церемония «Золотой глобус», состоявшаяся 7 января, и 28-я церемония «Critic Choice Awards» 15 числа того же месяца. Лучшим фильмом на обоих церемониях признали опенгейм Кристофера Нолана, а также отметили картины «Оставленные», «Убийца цветочной луны», «Анатомия падения» и, конечно же, «Бедные несчастные». В феврале мы уже будем предвкушать грядущий Оскар, но киноновинки для нас также найдутся. «Красотки в бегах» станет первым сольным проектом одного из братьев Коэн, Итана Коэн, и будет представлять из себя комедийный бадди-муви про путешествие двух подруг во Флориду. Не стоит забывать и про комедийный боевик с Генри Кавиллом в главной роли, Аргайл-супершпион за авторство Мэтью Вонна, подарившего нам того же «Кингсман», и для которого Аргайл станет одой боевикам 80-х по типу «Крепкого орешка» или «Смертельного оружия». В феврале также выйдет и боёпик про немалоизвестного Боба Марли, где будет рассказана история от его восхождения к славе до гибели. Ну а главными потехами февраля станут, конечно же, вторая часть низкобюджетного Винни-Пуха в жанре слэшер, где милый медвежонок будет угощать всех не мёдом, а своей ужасающей бензопилой. Ну а угощать нас ужасающей постановкой будет «Мадам Паутина», у которой есть все шансы стать одним из худших кинокомиксов в истории. Здесь прекрасно всё – каст, постановка, и, конечно же, нас ждёт просто удивительно паршивый сценарий. Компания Sony, я уверен, не изменит себе и подарит нам по-настоящему удивительного качества супергеройский фильм. Март же не сбавит темп и подарит нам много чего интересного. 10 марта в Голливуде пройдёт 96-я церемония «Оскар», где нас ждёт борьба всем нам уже знакомых фильмов. А в том же месяце мы сможем насладиться продолжением шедеврального фильма, а также экранизацией второй половины научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который обещает стать ещё масштабнее и ещё качественнее. Качеством нас порадует и студия А24 вместе с Николсом Кейджем в фильме «Герой наших снов. Дрим-сценарий» или «Сценарий мечты», где неуклюжий профессор, который так и не смог добиться успеха, в одночасье становится знаменитостью, появившейся во снах каждого. В марте на большой экран вернётся ещё немало популярных персонажей. Так выйдет новая часть приключений неуклюжей панды По в «Кунг-фу-панде 4», где он будет противостоять новому врагу в лице хамелеоны. А также вернутся не такие уж неуклюжие Годзиллы и Конг, которые будут совместно противостоять новой ужасающей угрозе. А другую ужасающую угрозу в лице призраков и злобных духов будут останавливать сами охотники за привидениями, где объединятся сразу несколько поколений охотников. Кроме прочего, в марте также выйдет новый фильм по Джон Хо, автора оскароносных паразитов под названием «Мики-17», который станет научной фантастикой, где главные роли исполняют Роберт Паттинсон и Стивенсон Йон. Апрель хоть немного избавит обороты, но всё же принесёт несколько интересных работ, в числе которых новый фильм от Гая Ричи, «Министерство неджентльменских дел», экранизация книгой Дэмиана Льюиса с Генри Кавиллом и Эйсой Гонзалес в главных ролях. Но главную роль в фильме Луки Гуадиньо «Претенденты» исполнит уже Зиндая. Фильм будет посвящён тому, как жена и тренер знаменитого теннисиста записывают его на соревнования, где он будет противостоять бывшему любовнику своей жены. Премьеру в апреле получит также многострадальный мультфильм «Койот против Акми» режиссёра Дэйва Грина и продюсера Джеймса Ганна, по мотивам короткометражных эпизодов про хитрого койота и дорожного бегуна. А к концу апреля студия А24 порадует нас фильмом «Падение империи» или «Гражданская война», подробности сюжета которого держатся в тайне. Однако известно наверняка, что действие фильма будет разворачиваться в недалёком будущем и иметь связь с политикой США. Также в апреле нас ждёт объявление состава и программы Каннского кинофестиваля. Сам же 77-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 14 по 25 мая. Председателем жюри станет Грета Гервик, режиссёр нашумевшей Барби. В мае нас ждёт новый фильм Дэвида Литча с Райаном Гостлингом в главной роли под названием «Каскадёры». Он станет киноадаптацией одноимённого телесериала Глена А. Лерсона 80-х годов про каскадёра, подрабатывающего в роли охотника за головами. Ну а новым фильмом известного Джона Красински станут «Воображаемые друзья», которые расскажут историю молодой девушки, которая обнаружила у себя способность видеть воображаемых друзей. «Жаркий май» продолжит бобить кино новинками и с выходом продолжение оскароносного «Безумного Макса». «Фуриоса» не станет прямым продолжением, а будет представлять из себя приквел известной истории, посвящённой одной из героинь прошлой части. Расслабиться между премьерами можно будет на мультфильме «Гарфилд в кино», где Гарфилд повстречает своего отца, а сюжет будет приближен к оригинальным историям про рыжего кота. Ну а закончится май в новом «Царстве планеты обезьян», где спустя много лет после оригинальных картин события наберут новый оборот. Что ни говори, о лето в кино всегда было богато на блокбастеры, и 2024 год не станет исключением. Нас будут ждать очень насыщенные три месяца. Так мы начнём со спин-оффа вселенной Джона Уика под названием «Балерина», где Аня Де Аронс, опытная наёмница и по совместительству профессиональная балерина, будет охотиться на убийц своей семьи. Профессиональная балерина будет охотиться на убийц своей семьи. Наблюдатели Мнайт Шима Лан также украсят июнь, и станут новым фильмом ужасов, посвящённому этим самым наблюдателям, которые будут охотиться на главных героев в лесах Ирландии. В июне вернутся сразу две франшизы. Первой станет сиквел мультфильма «Головоломка», посвящённый появлению новых эмоций в голове главной героини. А также своё возвращение устроят плохие парни в четвёртой части одноимённой франшизы. В то время как «Тихое место. День первый» станёт предысторией оригинального фильма, посвящённой первым дням вторжения чувствительных к звуку пришельцев. Июль же нам подарит самый ожидаемый кинокомикс 2024 года – Дэдпул 3, в котором ожидается множество камео и мультивселенский замес с людьми Икс и многими другими супергероями. Также в июле вернётся и Грю вместе с Миньодами, уже в четвёртой части своих приключений. Август подарит нам ещё больше жарких новинок. До кинотеатра должна наконец добраться многострадальная экранизация серии игр Borderlands, выполненная в уникальном стиле. Здесь же мы увидим новый фильм во вселенной «Жутких чужих» под названием «Чужой Рамул». И новый фильм во вселенной «Соник» Крэвен Охотник, который, как и мадам Паутина, нам подарит не только незабываемый киноопыт, но и кучу мемов и приколов. Также летом ожидается премьера фильма с невероятным актёрским ансамблем под названием «Байкеры». И новый фильм с Дэнилом Рэдклиффом «Не говорю никому». На сразу два этих фильма у многих довольно большие надежды. Ну а проводив лето, мы встретим новую часть «Битлджуса». Спустя 36 лет после первой части, Тим Бёртон наконец вернулся, чтобы срежиссировать сиквел. Один громкий сиквел ждет нас в октябре. Хоакин Феникс вместе с Леди Гагой порвут экраны мюзиклом про Джокера, в фильме, который до этого покажут на Каннском кинофестивале. Джокер безумие на двоих. Sony действительно разгуляются в этом году. Ведь уже в ноябре выйдет их третий за год кинокомикс, посвященный приключениям космической какашки-паразитов под названием «Веном 3». Как обычно будем ожидать качественное кино и от души поржом в кинотеатрах. А еще одно не совсем оправданное продолжение получит «Гладиатор» в фильме «Гладиатор 2». Ридли Скотт, кажется, давно уже сошел с ума, но лично мне по-прежнему будет интересно узнать, чего он там наснимал и смог ли окончательно скатиться куда-то не туда. Ну а закроет год Роберт Эггерс со своим Носферату, где главную роль исполнит Билл Скарсгард. Это, вероятно, один из самых ожидаемых фильмов этого года для меня. Наравне с «Дюной» и сценарием мечты. Disney, кстати, подарит нам приквел кино-ремейка «Короля льва». Да, вы не ослышались. Муфаса, король лев, расскажет про отца главного героя оригинального мультфильма «Король лев». И это будет кино. Ну а Соник 3 расскажет нам про противостояние быстрых ежей друг к другу. На этот раз главным злодеем выступит мрачный Шэдоу. В этом году также должны выйти «Ну и Ужасающий», «Хеллбой», «Хроники Ридика», ремейк «Ворона» с Джейсоном Омомо и ремейк «Одиннадцати друзей Оушены». Но все это пока не точно и вообще под вопросом. Кстати, нельзя забыть и про магнум опус Фрэнсиса Форд Копполы «Мегаполис», вроде как выходящий в этом году. И еще множество кинофильмов, которые, увы, не попали в этот ролик. Но если какие-нибудь из них будут качественные и успешные, они обязательно попадут в итоге года, где мы разберем с вами лучший из лучших картин 2024 года. Ну что ж, друзья, таким вот и получилось новое видео. Какие фильмы ждете вы? Что вы вообще ждаете от этого года в плане игр, фильмов? Чего угодно, может быть, какие-то интересные проекты? Может быть, я что-то забыл, скорее всего. Вот. Можете напомнить в комментариях, написать, какие фильмы я забыл, какие вы ждете фильмы, что вам вообще интересно в этом году будет. Или, может быть, поделиться тем, что вы думаете о том, что у Sony будет три фильма, которые они вряд ли вывезут в плане хоть какого-то приемлемого качества. Ну, я думаю, в любом случае, этот год подарит нам множество удивительных, не всегда позитивных или добрых, или хороших, а совершенно разных, необычных историй, которые мы совершенно точно запомним. Спасибо вам за просмотр, друзья. Играйте в хорошие игры, смотрите хорошие фильмы, и помните, все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok